Я никогда не слышал ни от кого. Я рассказывал со слов своей матери и тетушку. Тетушка у меня работала еще до войны в вагоновожатых. Ну вот она говорит о том, когда в 1942 году все было разрудано, электричество было отключено, и все трамваи и троллейбусы, все электрическое стало. И вот она стала работать после этого на переднем плане на Кировском заводе, но в железнодорожном цехе. Там, где подвозили всякие детали, там вот она на такой трезине работала на переднем плане. А если они где-то по очереди уходили куда-то, да, на работу, то меня опекал мой двоюродный брат Павлик. Его брат Миша погиб тоже с отцом в том же июле месяце 41-го года в ополчении. Это муж моей тетушки. А Павлику было 18 лет. Только-только исполнилось 18 лет, и они вместе с отцом в этом ополчении и погибли. Тоже в 41-м году. Я в свое время, ну это уже лет 5-6, Милонову обращался, когда он был депутатом нашей Красненькой речки. Я с ним встречался и сказал, вы же депутат, вы имеете власть, подскажите Путину. Ведь все, кто погиб, имейте в виду, кто погиб в ополчении, да, они ничем не награждены. Про память говорят, а их память этого ничем не... То есть они отдали, это же миллионы отдали жизни. Отдали. И с одной винтовкой, без оружия, и это было публичное мясо. Я говорю, подскажите, насколько вы имеете в виду, или где-нибудь хоть какую-то памятную медаль тем, которые погибли за Родину, но не были ничем награждены. И я привожу примеры такие, что если человек остался жив и хотя бы дожил до конца войны, у него вся грудь в орденах была. Правильно? А эти люди погибли, они отдали жизнь, чтобы заслонить проход емцев, вот особенно вот этот Лужский рубеж, всем знакомый. Там особо очень много и очень много там в плен попало людей, которые потом согнали в концлагеря и в Польшу, восьменцам и в Германию. И вот у моей жены, у Ларисы Николаевны, дядюшка родной попал в этот котел, в этот котел попал, и потом его догнали в этот Освенцам. Ну и я стал искать, и она мне дала все его координаты. Я нашел, вы представляете, нашел в интернете его фамилию. На границе Польши и Германии стоит обелиск, где перечислены имена всех погибших, которые в местном концлагере погибли. И мы нашли его фамилию там, нашли его фамилию на этом обелиске. Так что, смотрите, погибло очень много людей. И я хочу в заключение вообще сказать, память о них надо хранить всегда. Хоть со слезами, хоть без слез на глазах. Без слез на глазах труднее, со слезами легче. Но в любом случае, мы с вами, последние из манекан, мы должны с вами все-таки эту память хранить. Продолжайте, пока живы. Давайте собираться. Хоть два-три человека, хоть один человек останется в конце концов когда-нибудь. Все равно, Константин Михайлович, примите этого человека. А в заключение хочу всем, в том числе и себе, пожелать доброго здоровья и долгих лет жизни. Спасибо.